Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Анна Корольчук и я, как всегда, расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными фактами. Начинаем! Сегодня на территории Гомельской области будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха составит 7 градусов тепла. Ветер западного направления скоростью до 7 метров в секунду. Создай свой проект. Так называется хакатон для школьников, который пройдет в Гомельском технопарке 22 февраля. Его участниками станут ребята в возрасте от 14 до 17 лет. В ходе 8-часового мероприятия командам предстоит работать над созданием собственного чат-бота, который сможет решать заданную проблему. Участие в форуме бесплатное. Он проводится с целью поддержки инициативных ребят, которые хотят практиковаться и получать новый опыт. Экспертами выступят представители ведущих IT-компаний, предприниматели и основатели успешных белорусских стартапов. Частью мероприятия также станут мастер-классы по созданию чат-бота, дизайну и копирайтингу, презентации проекта. Команда-победитель получит заслуженную награду и возможность представить свой проект на финальном хакатоне в Минске. В первый день марта в Гомеле пройдет международный конкурс молодых исполнителей «Вокал Смайл». Он не только откроет молодые таланты, но и поможет раскрыть творческий потенциал участников. В конкурсе может принять участие каждый желающий в возрасте от 3 лет. Подробная информация размещена в группе конкурса в социальной сети ВКонтакте. Вход в день проведения мероприятия 1 марта свободный. К следующим новостям. 23 февраля на сцене городского центра культуры состоится концерт клуба «Прометей». Его неизменным руководителем остается Лидия Еловая. Коллектив подготовил программу, посвященную своему 25-летию. Зрители ждут яркие номера коллективов, входящих в состав клуба. А это вокальный ансамбль «Саброуки», танцевальная группа «Бабульки», творческая группа «Ретро», театр музыкальных пародий «Антистресс». Также частью программы станут выступления и поздравления приглашенных коллективов. Не пропустите! Творческий тандем Олега Лукашевича и Александра Алексеева хорошо известен в Беларуси и за ее пределами. Серией художественных альбомов «Спадше на Беларуси», фотовыставок и циклом документальных фильмов они открыли Беларусь для всего мира. Одно из направлений их творчества – репортажная фотография, герои которой – мировые звезды. Олег Лукашевич и Александр Алексеев – единственные в Беларуси журналисты, которые более 20 лет работают на самых престижных кинофестивалях мира. Это и позволило им общаться со знаменитостями. И теперь уникальный архив можно будет увидеть на выставке «Звезды знаменитости» в объективе Олега Лукашевича и Александра Алексеева. Посетители Дворца Румянцев и Паскевича смогут прогуляться по красной дорожке со звездами мирового кино и шоу-бизнеса и почувствовать атмосферу мировых кинофестивалей. Но это еще не все. Только на открытии 21 февраля в 16.30 будет проведена авторская экскурсия. Также частью мероприятия станет живое музыкальное сопровождение в исполнении группы «Вейв» и солистки Стефани Хрущевой. Далее немного о театре. 24 и 25 февраля в Молодежном театре пройдут гастроли Театра Одесского разлива «Лонжерон» из Харькова. Гомельским зрителям покажут два спектакля «Моня» и «Нежность». Трагикомедию «Моня» можно будет увидеть 24 февраля. Это история о судьбе маленького человека на большой войне. Главный герой – мобилизованный на фронт простой парикмахер Моня Цаскис из маленького местечка на севере Литвы. Спектакль расскажет о том, как в тяжелые часы помогали выстоять жизнелюбие и мечта о мирной жизни. А 25 февраля зрителям покажут этюд в одном действии – «Нежность». Существует ли она или ее вовсе нет? А если есть, то для чего? На эти и другие вопросы гомельчане смогут поискать ответы, отправившись на пригородные электрички вместе с героями спектакля. Это два бывших одноклассника. Она – мечтательница, он – приземленный мужчина. Она хранит тетрадку со стихами про нежность и продолжает мечтать о принце на белом коне. А для него мир прежде всего материален, ему смешны ее слова. Как же закончится эта встреча двух бывших влюбленных? Приходите в Молодежный театр 25 февраля и все увидите сами. 120 литографий с работ французского художника Анри Матисса представят на выставке в картины галереи Гавриила Ващенко. Все работы будут сопровождаться текстами из статей, книг, писем и размышлений автора. Творчество Матисса невозможно характеризовать в рамках какого-то отдельного направления. Все дело в том, что он постоянно выходил за любые рамки, стремясь туда, где еще никто не бывал. Кстати, единственная книга под названием «Джаз», которую автор сам написал и проиллюстрировал, будет представлена на выставке в полном объеме. Познакомиться с этой экспозицией можно будет с 21 февраля. К другим новостям. Интересный случай произошел в американском штате Вирджиния. Собака принесла домой новорожденного щенка. Люди принялись осматривать малыша, и тут появились сомнения, точно ли это маленький пес. Позже выяснилось, что во время прогулки собака нашла новорожденного медвежонка. Хозяева обратились к специалистам, которые сделали вывод, что малыш остался сиротой. Поэтому новым домом для малютки стал центр дикой природы. В Колумбии и Венесуэле были обнаружены окаменелости черепах размером с автомобиль. Археологи предполагают, что эти животные жили 13 миллионов лет назад в водноболотных угодьях Южной Америки. Впервые на их останки наткнулись в 70-х годах. С тех пор у исследователей осталось много вопросов о 4-метровом присмыкающемся. Последние находки позволили ученым утверждать, что у самцов этих черепах были рога по обеим сторонам панциря. Скорее всего, они использовались для борьбы с соперниками. Также археологи обнаружили панцирь длиной 3 метра и кость нижней челюсти, которая позволяет узнать о рационе животного. Ученые считают, что питалась гигантская черепаха рыбой и водорослями, а огромный размер служил ей хорошей защитой от других крупных хищников. Жительница Нью-Йорка создала для себя уникальный телефон. Дело в том, что ей надоело постоянно отвлекаться на уведомления и сообщения в социальных сетях. И она нашла оригинальный способ избавиться от этого отвлекающего фактора. Девушка распечатала на 3D-принтере корпус будущего телефона, а вместо экрана установила дисковый механизм из устройств связи 30-летней давности. Кроме того, что такое устройство, как и задумывалось, подходит только для звонков, оно имеет ряд преимуществ. Например, способствует быстрому запоминанию номеров. Во Франции художница создает скульптуры, которые отражают отношения между человеком и природой. Она превращает объекты, по сути ставшие мусором, в крошечные экосистемы. В этих скульптурах миниатюрные живые существа используют мусор в качестве нового дома. Каждый отдельный элемент тщательно вылеплен вручную, а яркие цвета после их установки на основу композиции позволяют скульптуре ожить. Работы отражают негативное влияние деятельности человека на природу океана. И в то же время в них чувствуется жизнерадостность, способная напомнить о том, что Земля может восстановить силы, если мы будем бережнее к ней относиться. Экономика и инновации, образование и здравоохранение на качественно новом уровне. Все это про глобальный план стран-участниц ООН, цели устойчивого развития. На что ориентируют нас в реализации повестки 2030? И что это может дополнительно дать региональному развитию? Об этом пойдет речь в ближайшем выпуске ток-шоу «Главная тема». Включайте телеканал «Беларусь-4» в 19 часов 20 минут. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Разговор пойдет о картографии малой родины. Кропотливый труд людей, которые, как на ладони, представляют нам города, страны, да и весь мир особенно ценен. Как составляются карты, кто их создает и что можно узнать с помощью старинных планов и карт? На эти и другие интересные вопросы ответят сегодня гости в студии. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 20.25. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Анна Корольчук. Рабочая неделя в самом разгаре. Пусть она пройдет легко и спокойно. Желаю удачи и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова